Здравствуйте! В эфире телеканала Беларусь-2 информационная программа эстафеты новостей. Об актуальных событиях региона за минувшую неделю расскажут корреспонденты телерадиокомпании Гомель. Итак, сегодня в выпуске. В Гомеле прошли переговоры с делегацией Пензенской области. В агрогородке Чиркович и Светлогорского района открыли мемориальную плиту с фамилиями 32 красноармейцев, которые считались неизвестными. В Гомеле выбрали победителя областного этапа конкурса «Студент года», который представит регион в республиканском финале. Гомельская область расширяет межрегиональное сотрудничество с Российской Федерацией. На прошлой неделе в Гомеле прошли переговоры с делегацией Пензенской области. К слову, за этот год товарооборот между двумя регионами составил около 5 миллионов долларов. Несмотря на положительное сальдо, в Гомеле такой объем считают недостаточным. Среди наиболее перспективных направлений – сотрудничество в животноводстве и сельскохозяйственном машиностроении. Контакты между регионами и их руководителями в этом году можно охарактеризовать как активные. В феврале делегация Пензенской области посетила Гомель. В сентябре представители областей провели переговоры в рамках второго форума регионов, который прошел в Сочи. Тогда же, кстати, было подписано и соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Во время этого визита россиян речь о конкретных направлениях. Сегодня на полях Пензенской области техника Гомсельмаша составляет 40% от общего парка сельскохозяйственных машин. С учетом того, что она зарекомендовала себя с самой лучшей стороны, россияне не против продолжить поставки, причем всей линейки. От небольших комбайнов для фермерских хозяйств до мощных для крупных производителей. Что, между тем, не исключает для гомельчана необходимости работать в условиях постоянной конкуренции. В Пензе даже создали специальные учебные классы, где будущие владельцы техники изучают все ее плюсы и минусы. На сегодняшний день два комбайна, это Полесье-8, Полесье-10. И мы рассчитываем, что эта линейка будет расширена вплоть до 14-й модели, чтобы студенты могли уже видеть новую современную сельскохозяйственную технику. И после того, как они закончат учебное изведение, у них уже сложатся свои предпочтения и понимание, какую правильную сельскохозяйственную технику нужно использовать на полях. Еще одно перспективное направление сотрудничества Гомельской и Пензенской областей – животноводство. Сегодня наши партнеры – одни из основных производителей молока в России. Здесь успешно работают несколько крупных животноводческих комплексов. Но сейчас в стратегию развития отрасли вносятся коррективы. В Пензе решили изучить белорусский опыт по открытию относительно небольших ферм. Такие могли бы создавать представители малого и среднего бизнеса. Мы заинтересованы, чтобы наш опыт, который мы имеем в развитии животноводства, безусловно, был использован на территории Пензенской области. Возможны варианты поставки нашего оборудования, возможны варианты строительства компактных каких-то ферм. Ну и в целом все сопутствующее к этому виду бизнеса, безусловно, мы могли бы поделиться нашим опытом. В Гомельской области увековещали память еще 32 красноармейцев, погибших во время боев за Беларусь. На братском кладбище в агрогородке Чиркович и Светлогорского района открыли мемориальную плиту с фамилиями воинов, которые до этого времени считались неизвестными. На траурном мероприятии побывала и наша съемочная бригада. Старожилы агрогородка Чирковичи вспоминают, что после освобождения работать на полях было невозможно. Столько на них оставалось боеприпасов. Что касается погибших красноармейцев, то их останки находили в течение еще нескольких десятилетий после окончания войны. Причем фамилии почти трех тысяч погребенных воинов неизвестны до сих пор. В Чирковичском музее боевой славы боям на территории тогдашней Полесской области посвящена отдельная экспозиция. В конце 43-го эту территорию освободили от захватчиков, но не удержали. Согласно официальным данным, в боях здесь погибло около 20 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Причем есть основания полагать, что это не полные данные. Очень уж жестокими были бои, хотя их и называли местного значения. По территории Правобережья и Березины каждый населенный пункт, каждая высота были укреплены до шести рядов прямостоячих окопов, колючая проволока, доты, дзоты. И вот на эти укрепления немцев бросали нашу роту. Бросают, погибают, отводят, пополняют опять. Первые месяцы, первый месяц даже не давали отдохнуть, вот именно прямо в бой. Потом дополнительно, вот именно в январе ввели еще дивизии. Еще в начале этого года были известны фамилии 2775 воинов, похороненных в братской могиле в агрогородке Чирковичи. Сейчас на плитах на 138 фамилий больше. Причем 32 из них выяснили в ноябре. Среди погибших и уроженец Казахстана Мукжан Саукамбеков. Родные искали место его захоронения 70-летий. С соответствующей просьбой к представителям Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси обратился даже заместитель председателя Южно-Казахстанской области, внук погибшего воина. С помощью сотрудников местного военкомата и Светлогорского историко-краеведческого музея просьбу удовлетворили. Первичное, что он погиб именно в Беларуси, узнали через интернет, что он погиб 21 января 44-го года. До этого было, когда искал наш отец, то было, что он пропал в бездействии в 42-м году. А потом вот он искал, не нашел, а вот мы, дети, уже внуки его нашли, мы его здесь. Мы жили в одном большом Советском Союзе. Мы ходили вместе в школу, мы играли вместе в футбол. И между нами отличий нет, что я белорус, он казах или татарин. Поэтому сегодня именно мы еще ближе стали к Беларуси. Сегодня в Казахстане проживает около 50 внуков и правнуков Мукжана Саукамбекова. Сейчас кто-то из них ежегодно будет приезжать на могилу родственника, погибшего в боях за Беларусь. А пока на его могилу привезли землю с родины и отслужили молебен, согласно традициям жителей Казахстана. На минувшей неделе прошло выездное заседание Президиума областного объединения «Белорусский союз женщин». Представительницы самых разных сфер деятельности отправились в Добружский район, чтобы проверить организацию труда женщин на предприятиях и оказать помощь семьям, которые в этом нуждаются. Среди остановок самое важное учреждение региона – фарфоровый завод, молочно-товарный комплекс, поликлиника и женский монастырь. Особое внимание члены общественной организации уделили здравоохранению, поэтому с особым интересом исследовали районную поликлинику. Здесь работает более 600 женщин, и для каждой возрастной категории предназначены свои гарантии. Начиная от получения жилья и организации с досуга, заканчивая материальной помощью многодетным семьям и одиноким матерям. Кроме того, женщины могут воспользоваться платными услугами со специальной скидкой. А разнообразие и популярность процедур здесь невозможно не отметить. Среди народных фаворитов – душ шарко. Когда начался отопительный сезон, я принимала эти 10 процедур, а потом еще перед весенними днями тоже будем заниматься этими процедурами, потому как надо держать форму. Не безразличны к здоровью и на фарфоровой фабрике. Кроме физиотерапии, ингаляции и дантиста на предприятии раз в месяц консультации проводят женские врачи. Кстати, все услуги здесь абсолютно бесплатные. Надо отметить, что физически тяжелую работу или опасную для здоровья женщины не выполняют. При этом объем труда немаленький. Например, в самом творческом художественном цехе каждый из сотрудниц в день расписывает как минимум 300 изделий. Белорусский союз женщин заинтересован в том, чтобы знать, бывать, видеть, анализировать, как же на местах оказывается медицинская помощь женщинам, как у нас охраняется детство. И вот сегодня то, что мы увидели на фарфоровом заводе, это, наверное, дорогого стоит. Союз женщин не оставил без внимания и дома, в которых воспитываются несовершеннолетние с особенностями физического развития. Активистки посетили семью, где мать воспитывает ребенка-инвалида. Трехлетней Веронике привезли самые разные подарки и лекарства. Я даже не знала, что ко мне приедут. Спасибо большое, что поздравили. За подарки спасибо. Укрепление здоровья, забота о семьях, привлечение женщин в административный процесс – основная задача объединения. В Добруши с этими задачами справляются достойно. Но уже сейчас, на последнем в этом году заседании, женщин обсуждают полезные для всего региона разработки на следующий год. Семейная сплоченность, творческие способности и оригинальное выступление – именно эти критерии стали основными при определении лучшей молодой семьи Гомельской области. Финал конкурса прошел в Светлогорске. Самые яркие и зрелищные моменты в нашем следующем сюжете. Чтобы попасть на заключительный этап областного конкурса, претендентам необходимо было победить в своих регионах. А потом выиграть еще и виртуальные соревнования, отправив в оргкомитет о видеоролик «Презентацию семьи». Дойти до финала сумели 9 семей. Не то, чтобы другие были хуже. На этот раз им просто не повезло. Конкурсы несколько этапов проходят. Первый – это районный этап. Районные конкурсы, где участвует много семей. И там очень свежая конкуренция. Для примера, даже в Светлогорске в районном этапе участвовало 5 семей. И так практически везде, во всех районах. Очень серьезная подготовка. Самая обычная среднестатистическая семья, проживающая в самом обычном доме с самым обычным евроремонтом. О себе участники конкурса рассказывают с юмором. При этом все подчеркивают – очень хочется победить. Семья Гомельчан-Ермаченко – это отец Сергея, жена Дина, двухлетний Влад и шестилетняя Кира, которая в будущем мечтает стать известной моделью и прославить свою родину. Говорят, что очень готовились и репетировали буквально до последнего момента. Тебе тяжело? Нет, мне никогда не тяжело. Она любит у нас выступать, постоянно выступает в каких-то конкурсах, поэтому ей за радость. А с семьей выступать еще вдвойне. Какое-то удовольствие. Я обожаю выступать. Сообразительность и творческие способности, оригинальность выступлений и художественное оформление сцены. Лучшую молодую семью Гомельской области определяли сразу по нескольким критериям. Первое место и почетное звание получила семья Талиман из советского района Гомеля. В конечном счете, каждую из этих семей можно назвать лучшей, потому что они вместе. И как призналась Людмила Рубисова из Рогачева, приехавшая поддержать дочь зятя и трехлетнего внука, выступлением она осталась довольна. Хотя наград и не получили, но семейную сплоченность продемонстрировали. Дочь у нас занимает такую активную жизненную позицию. Но я хочу сказать, что благодаря ее мужу, его поддержке, потому что ребенок маленький, часто нужно будет смотреть его. И вместе с тем они вместе, вот как молодая семья, крепкая, что нас очень радует, дружная. Чтобы так всегда и были. В Белорусском государственном университете транспорта прошел областной этап республиканского конкурса «Студент года-2015». Перед членами жюри стояла непростая задача. Им надо было выбрать из восьми интеллектуальных и талантливых претендентов одного наиболее одаренного в учебе и творчестве, который представит Гомельскую область на республиканском финале в Минске. Организатором конкурса «Студент года» является Белорусский республиканский союз молодежи при поддержке Министерства образования Республики Беларусь. Затем, как проходила напряженная конкурсная борьба в Гомеле, следили и наши корреспонденты. Энергичное, артистичное, сообразительное, разносторонне-творческие, интеллектуально-развитые. Именно таких претендентов объединило яркое соревнование за почетное звание «Студент года-2015». Участие в конкурсе приняли представители всех высших учебных заведений Гомельщины. Это без преувеличения лучшие из лучших студентов нашего региона. Представлены самые лучшие студенты Гомельщины. Почему самые лучшие? Потому что среди обязательных условий положения, для того, чтобы стать участником областного отборочного этапа, необходимо, помимо того, что иметь творческие достижения, участвовать в научно-исследовательской деятельности. И, кроме этого, иметь балл успеваемости не ниже восьмерки. Стипендиаты престижных государственных премий, участники международных конкурсов и конференций, активисты студенческого самоуправления и Белорусского республиканского союза молодежи. На сцене им предстояло преодолеть несколько непростых творческих испытаний. Например, оригинально представить себя и свое высшее учебное заведение. К визитке конкурсанты подошли неординарно и креативно. Конкурсанты блестяще проявили себя также в конкурсе ораторского искусства, презентации личного творческого портфолио, видеоролика и авторского проекта, реализованного в этом году. Кроме ярких творческих способностей областных финалистов, на сцене можно было увидеть интеллектуальные номера, которые сопровождались глубоко философскими мыслями и рассуждениями. Все авторские номера конкурсантов были похожи только в одном. В личном видении каждого из них вопроса, каким должен быть настоящий студент года. Студент года – это человек разносторонне развитый. Абсолютно во всех направлениях он имеет какие-то успехи в учебе, в творчестве, в общественной жизни своей области, своего университета. Действительно человек должен быть в первую очередь, с душой, которую может сопереживать и чувствовать. По итогам всех конкурсных испытаний, почетное звание «Студент года-2015» завоевала студентка второго курса филологического факультета Гомельского государственного университета имени Франциска с Карины Анна Плохотнюк. В садку на всех ведомых святах спевала, танцевала я, а у постановках мама с датом играли, разом вся семья. В скором времени эта красивая, талантливая и высокообразованная девушка отправится в Минск, чтобы представить Гомельскую область в республиканском финале конкурса «Студент года-2015». Пожелаем ей творческих успехов и безупречного выступления на столичной сцене. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Сергей Негиревич. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова